Здравствуйте, я Глория Коупленд. С нами Джордж Пирсенс, наш дорогой пастор, здесь с интересной информацией. Мы только что говорили, и мы это еще раз повторим, что если бы за последние 40 лет наше служение брало кредиты на все, что мы делаем, на здание, на имущество, которое у нас есть, мы бы уже выплатили 40 миллионов долларов процентов. Вы можете себе это представить? Да. Это было бы нечестно. Правда, Джордж? Я только что хотел сказать, что это совсем неправильно. Слава Богу. Мы поверили Богу. Иногда нам приходилось ждать. Да. Но это приходило. Да. Так мы живем и сегодня. Вы приняли решение. Мы приняли решение. Еще в 1967 году, что вы не будете брать деньги в долг. Мы покажем зрителям дом, в котором мы жили. Мы покажем вам тот дом. То поместье, в котором мы жили. Мы приняли его. Мы смотрели эту фотографию перед эфиром, тот дом. Я даже не знала, что у тебя есть фотография с ним. Именно там было принято решение. Качественное решение. Не брать деньги в долг. И еще можно сказать, что у нас ничего не было. У вас ничего не было. Мы жили в нескольких кварталах от реки, в Талсе. И мы с Кеннетом ходили к реке и молились. Кажется, сейчас эти дома уже снесли. Но вы уже говорили о том... Нам следовало сделать там музей. Надо было. Но вы говорили о том, что вы были в воле Божьей. Мы были в воле Божьей. В то время. Впервые в своей жизни. Впервые. Да. И мы начали преуспевать. Бог сделает это для каждого, кто примет такое решение, основываясь на завете, основываясь на слове Божьем. Если вы примете такое решение, мы будем жить, исходя из нашего завета с Богом. Это произойдет, это осуществится. Он проведет вас через это испытание, слава Богу. Иногда необходима вера и терпение. Вера и терпение, да. В зависимости от того, насколько глубоко вы в долгах. Но это того стоит. И мы здесь уже говорили о нашем стеридоме, о том, как у нас ушло пять лет на его реконструкцию. Сначала мы его купили. Заплатили. Заплатили за него, а затем мы полностью переделали его. У нас ушло на это пять лет. Вы рассказывали о Кеннете, что для него было бы нормально жить даже на дереве. Сейчас он уже испортился. Но тогда это была правда. Я кое-что узнал. Ну, близко к правде. Да. За время реконструкции нашего дома я кое-что узнал. Я кое-что узнал о Терри. Я кое-что узнал о женщинах. О, это всегда полезно. Я кое-что узнал о браке. И, вероятно, ты узнал, как лучше держать свой рот на замке. Да, верно, действительно так. Но я приобрел глубокое понимание, что Терри знала, что она хотела в этом доме. И мне пришлось довериться ей. Да. Водительству Духа Святого в ней. Сказано, мудрая жена устроит дом с ней. Как сказано в речах. И я тоже увлекся этим процессом вместе с ней, поскольку фактически мы достраивали часть дома, расширяли одну его часть. Однажды ночью я лежал в постели и думал, это неправильно. Это неправильно. Я встал, он чертил схему. Я разбудил ее посреди ночи и сказал, Терри, мне кажется, надо разбить этот бетон и построить это так. Она сказала, именно так они должны сделать. И позднее подумал, что я сделал. Я поступил правильно. И все это говорит... Все это говорит о том, что Джордж принял одно решение. Да, я принял одно решение в строительстве этого дома. Но, Глория, мы бы до сих пор за него выплачивали деньги. Мы бы платили еще много лет, если бы взяли кредит на этот дом. Но мы приняли решение. Аминь. А тем временем вы ведь не жили на улице? У вас было нормальное жилище? Нет. У нас было все прекрасно, замечательно. Вам лишь пришлось задействовать свое терпение? Как сказано, терпение же должно иметь совершенное действие. Совершенное действие. Чтобы что? Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Послание Якова 1-го. И это правда. Я оглядываюсь на нашу жизнь, и она доказывает, что это правда. Именно это необходимо. Необходимо терпение. Потому что вы делаете это путем Царства Божьего. Путем этого мира вы уже сейчас можете получить деньги, но... Вы будете платить потом, потом и потом. Будете потом платить и платить. Я хочу вам кое-что прочитать. Это конспекты того, о чем мы будем говорить позже на этой передаче. У вас пока этого нет? Ну, вот ваш экземпляр. Вот что сказал брат Кеннет 12 сентября 1998 года на нашем семинаре «30 дней славы», который проходил здесь у нас, на территории миссии Кеннет и Копланда. В тот вечер Кеннет проповедовал о свободе от долгов. И он сказал, то, что человек делает сегодня ради завтрашнего дня, называется вклад. А то, что человек делает, чтобы наслаждаться сегодня за счет завтрашнего дня, называется долг. О, хорошо сказано. Я так рада, что получу это в конспектах. Мы еще раз это прочитаем. У вас это будет через минуту. Это будет в интернете? Да, это будет в интернете. Все наши записи. Спасибо, Глория. Они доступны. Я полагаю, это может быть удивительным подарком, чтобы подарить пасторам, служителям. Я знаю, чтобы составить все это, понадобилось много исследований. А я думаю, что люди серьезно настроены. Эти уроки такие помазанные. Они серьезно настроены выбраться из долгов. И просто зайдите на наш сайт, найдите эти заметки, скачайте их для себя. Пусть они у вас будут. Посмотрите еще раз все передачи этого цикла, если вы раньше их еще не смогли посмотреть. Поэтому изучайте эти конспекты, изучайте эти передачи, книги о свободе от долгов, которые мы можем вам предложить. Но, если они даже возьмут конспекты, но не будут повиноваться Слову Божьему, исполнителями Слова Божьего. Тогда мы не несем ответственности. Мы не несем ответственности. Делайте то, что сказано в Слове Божьем. Делайте то, что сказано в Слове Божьем. И с вами будет благословение. Аминь. Глория, уделю пару минут, если это можно, чтобы повторить то, о чем мы говорили на прошлой неделе. Чтобы вы могли быстро догнать нас с том, что нам показал Господь. В понедельник на передаче я читал Слово от Господа, которое говорил брат Кеннет на конференции верующих в 2007 году. Он говорил о том, что проявление благословения будет на таком высоком уровне, как никогда раньше. И благословение будет окружать вас, окутывать вас. Вы научитесь ходить под кровом Всевышнего. Благословленные в его благословении, благословленные в его славе, благословленные при входе и благословленные при выходе, благословленные в своих кошельках. И все долги должны подняться и оставить вас, как проказа, оставляла прокаженных в древние времена. Да, потому что долги — это проклятие. Потому что долги — это проклятие. Если вы начнете исповедовать Слово Божье, вы будете удивлены и восхищены тем, как быстро поднимется слава и изгонит из вашей жизни долги. И в прошлом понедельник мы узнали, что долги — это проклятие, а свобода долгов — это благословение. Мы узнали, что Иисус искупил нас от проклятия. Третья глава Послания к Галатам и 28 глава книги Второзакония. И мы рассматривали благословение, и проклятие им узнали, что в благословении сказано, «Ты не будешь брать взаймы, а будешь давать взаймы». И как сказано в одном месте Писания? Сказано, что у вас будет излишек. Излишек процветания. Излишек. И во вторник и среду, вы можете еще раз посмотреть эти передачи в интернете, мы узнали о причинах, почему мы должны жить свободными от долгов. И вот первое. Послание к римлянам 13.8. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Второе. Мы нашли ее в первой книге про Липоменон, 16 главе, 15 стихе. «Мы в завете с Богом, а не с этим миром». И Бог говорит, «Уповайте на меня, а не на этот мир и эту мирскую систему». Они будут давать вам взаймы, а я дам вам просто так. Так хорошо сказано, Джордж. Слава Богу. Да. Третье. Притча 22.7. «Беря в долг у этого мира, ты становишься рабом-заимодавцем». То есть в полном подчинении у этой мирской системы. Мы становимся рабами этого мира. И еще в 6-7 стихах 22 главы притчи говорится о том, как мы должны учить своих детей тому, как им следует поступать. И в следующем стихе сказано, что «богатый господствует над бедным, и должник делается рабом-заимодавцем». Так что мы должны учить своих детей, как жить без долгов. Я прочитаю следующее. Это было у вас помечено на полях. В моей Библии? Хорошо. На ваших полях было написано, «То, что мы делаем, задает тон для наших детей». Направляйте их, как пастух, направляйте их в желаемом направлении, устанавливая благочестивые границы». Слава Богу. Мне это нравится, Глория. Слава Богу. Мне это нравится. Спасибо вам за ваши заметки на полях. Это хорошо сказано. В четверг мы узнали аспекты, касающиеся свободы от долгов. Мой источник – Бог, а не люди. Я не ограничен зарплатой. И это воля Божья для меня – жить в свободе от долгов. Их было три. И потом вы добавили четвертый. Какой я добавил? Ваш пункт – «Все возможно верующему». Да, безусловно. И в пятницу? На передаче мы принимали качественное решение, что будем жить в свободе от долгов. Если вы не смотрели пятничную передачу, вернитесь и посмотрите ее, поскольку мы все вместе приняли решение жить в свободе от долгов. Качественное решение – это решение без возможности вернуться назад, без отступления, без возражений. Посвящение. Посвящение. Такое решение навсегда решает вопрос. И в тот момент, когда вы принимаете качественное решение – жить свободными от долгов, Бог видит вас свободными от долгов. И вот еще одно выражение от Глории, которое я записал. От свободы от долгов вас отделяет лишь одно решение. Одно качественное решение. Одно качественное решение. На прошлой неделе вы сказали. Осмельтесь поверить. Ваше решение открывает двери перед неограниченными путями, какими Бог может вас обеспечить. Спасибо, Джордж. Разве не хорошо сказано? За то, что записал это? Разве это не здорово? Мне это нравится. Я в это верю. Вы также сказали. Некоторые могут подумать, что когда они посвящают себя, чтобы жить в свободе от долгов, то они никогда ничего не будут иметь. Но на самом деле, качественное решение – жить в свободе от долгов – открывает их перед всем. Совершенно верно. Это хорошая фраза от Глории. Последняя фраза от Глории. Как решить зависимость от кредитных карточек, от пластиковых карточек? Пластическая хирургия. Порежьте эти кредитные карточки. Вот о чем мы говорили на прошлой неделе. И сегодня мы начнем эту неделю серии из двух частей. На последующих передачах мы будем говорить о том, как развивать свою веру о жизни, свободной от долгов. И по мере того, как мы подходим к этому, позвольте мне поделиться с вами вот чем. Как мы уже говорили, в сентябре 1998 года вы пришли ко мне и сказали, «Джордж, что ты думаешь насчет того, чтобы нам провести 30-дневный семинар?» И мы назвали его «30 дней славы». У нас были утренние служения и вечерние служения. Целый месяц. Представьте, целый месяц. Какое-то было время. А как раз перед этим семинаром «30 дней славы» мы посеяли в одну семью дом свободный от долгов. Но потом мы взяли кредит на наш следующий дом. И 12 сентября 1998 года я сидел на сцене, брат Канн проповедовал. Он проповедовал о свободе от долгов. И он сделал два заявления, которые побудили нас, Терри, принять это твердое, качественное решение, что мы выберемся из долгов. Мы будем продолжать жить без долгов. Он сказал, то, что человек делает сегодня, ради завтрашнего дня, называется вкладом. Но то, что человек делает, чтобы наслаждаться сегодня за счет завтрашнего дня, называется долгами. Это хорошо сказано, не так ли? И потом он сказал следующее. Когда вы берете в долг, вы устраняете завет, заменяете завет. Вы обращаетесь к кому-то тогда, когда вам следует обратиться к Богу. Когда он это говорил, я делал заметки, и я написал них «О-о». И потом я сделал вот что, Глория. Я посмотрел на людей в церкви и задал себе вопрос. Как эти люди освободятся от долгов? Как они будут покупать машины, дома? Взять кредит. Нет, если они не смогут купить в долг, говорил я сам себе, если они не смогут взять кредит. Я знаю финансовую ситуацию некоторых из них. Некоторые едва сводят концы с концами. Но мы с Терри приняли наше решение. Мы приняли качественное решение жить в свободе от долгов. И это было в сентябре 1998 году. Вот наступил 1999 год. Вы помните, мы посеяли свой предыдущий дом, а так и не получили следующий дом. Мы все еще не были в своем доме. Мы все еще верили Богу. И брат Кеннет попросил меня провести вместе с ним неделю передач. Я знаю, почему он это сделал. Знаете, я счастлив, что я это сделал. Но я решил говорить о том, как выбраться из долгов. Об этом мы говорим и на этой неделе. И вот мы начали с того, что понедельник и вторник на передачах мы говорили о свободе от долгов. Потом мы пришли к третьей передаче в среду, Глория. Мы сидели в этой же студии, прямо здесь, за этим круглым столом. И брат Кеннет посмотрел на меня и сказал, цитирую, «Джордж, все то время, что ты рядом со мной, ты слышал, как я проповедую о жизни свободно от долгов. Почему же ты взял кредит на покупку своего нового дома?» Он сказал это по телевизору? Он это сказал на весь мир. На той передаче. Думаю, ты понял. Это был эфир. Я знал, что он делает. Знаете, время как будто остановилось. Я сидел и... Вот что я думал про себя, когда он это говорил. Я думал, это мне на благо. Бери это, бери это. На благо. Это мне на благо. Я усвою из этого урок. Это мне на благо. Помню, что оператором была Кэрол Хилл. Я могу себе представить. Время просто утекало из студии. Кэрол была на камере. Она взглянула на меня из-за камеры. Я что-то промямлил там. Произнес какое-то бессвязное предложение. Брат Кэннет перебил меня и ответил на этот вопрос. И знаете, именно с этого мы начнем сегодняшнюю передачу. Наше изучение. Почему я снова влез в долг? Я процитирую. Это на второй странице ваших конспектов. Если вы хотите прочитать, это пункт 3. Он сказал, «Джорж, твоя вера не была достаточно сильной или достаточно большой, чтобы принять дом, свободный от долгов». Джорж, уровень твоей веры не был достаточно высоким, чтобы ты смог принять дом, свободный от долгов. У тебя было достаточно веры, чтобы посеять дом, свободный от долгов. Но твоя вера в тот момент не была настолько развита, чтобы принять дом, свободный от долгов. Он сказал, нужно время, чтобы развить свою веру. Да, верно. Ты не приобретаешь ее сразу же. И знаете, мы записали все остальные передачи на той неделе. Когда все закончилось, я сел в машину и поехал домой. Я приехал и рассказал Терри все, что произошло. И мы серьезно взялись за этот вопрос. Мы решительно настроились развивать свою веру о свободе от долгов, так, как мы этого никогда не делали раньше. Слава Богу. И мы начали... Но ты мог бы отнестись к этому неправильно. Ты мог бы обидеться на то, что он сказал. Но я же все понимал. Это все могло бы случиться, но ты принял исправление. Да. И ты полностью изменил свое мышление. Это было в 1999 году. А я здесь в этом служении с 1976 года. За все эти годы я получил достаточно исправлений, чтобы знать, что это хорошо и полезно для меня. Когда бы это ни произошло, как бы это ни произошло. Я извлек из этого урока. Я взял это и переменю. И то же самое происходит, когда нас исправляет Господь. Он нам помогает. И что забавно, в 2001 году мы с Терри везли группу из нашей церкви, чтобы служить в московской церкви пастора Рика Реннера. Билли Брим проводила конференцию в церкви пастора Рика Реннера. Она проповедовала про последние времена, про Антихриста. Она пыталась вызвать на бой Антихриста. Она проводила конференцию в церкви Рика. И вот мы были в Москве. Нас привезли в гостиницу. И я начал распаковывать свои вещи, включил телевизор. И вот передача «Победоносный голос верующего». Кеннет и Джордж. Да. Пирсонс. Джордж. Разве не восхитительно? Господь напомнил мне. И знаете, люди до сих пор подходят ко мне, когда я служу в той части мира и говорят, «Да, я помню ту передачу, когда брат Кеннет сказал вам, почему же ты опять влез в долги?» Люди говорят, это произвело на нас большое впечатление. И мы с Терри начали развиваться в вере. И об этом мы поговорим завтра. Ты услышал это и по-русски? Да, я услышал это еще раз по-русски. Ты слышал это по-английски? Господь пытался сказать, что это тебе. Да, я слышал это по-русски. Как брат Кеннет отчитал меня. Я считаю, что это имело особое значение. Я только приехал в гостиницу, включил телевизор, как раз, чтобы увидеть это. Хорошо, и завтра мы поговорим. Да, я это усвоил. Еще как усвоил. И мы начали образ жизни духовной веры. Мы заняли твердую позицию. И завтра на передаче я детально поделюсь тем, что мы делали. В деталях. Но я хочу, чтобы мы прочитали это местописание, поскольку это важно. У нас как раз есть на это время. Давайте откроем 12 главу послания к римлянам. Хорошо. Вам придется обновить свое мышление к этому образу мышления. И вам придется стать агрессивным, решительным насчет этого. Решительным. Безвозвратно. Безвозвратно. И обретите эту не сдающуюся, как говорят, бульдожью веру. Мы выбираемся из долгов. И мы будем продолжать жить без долгов. Необходимо обновить свое мышление для такого образа жизни. Я нашел это местописание. Римлянам 12.1 Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая угодная и совершенная. Совершенная воля Божья. Совершенная воля Божья для нас – это жизнь в свободе от долгов. И нам не нужно сообразовываться с этим веком. Но сообразовываться с веком сим – это жить в долгах, полагаться на долг. Совершенно верно. Это система этого мира. Так действует этот мир. Да. И недавно брат Кеннет проповедовал на конференции верующих здесь. И он снова заговорил о долгах. На этот раз я сидел. Да. Это не была гордыня. Но я сидел там и думал, Господь. Господь, у нас это получилось. Мы это сделали. И брат Кеннет сделал просто ошеломляющее заявление. Я никогда раньше не слышал это от него. Но он сказал, долг – это пуповина вавилонской финансовой системы. Да, верно. Долг – это пуповина в системе этого мира, в том, как он действует. Он привязывает вас. Привязывает вас. Он получает ваше согласие на то, чтобы вы были связаны. Это подло, правда? Действительно, это подло. И затем брат Кеннет добавил, десятина – это пуповина, которая соединяет вас с благословением. Это действительно потрясающее высказывание. Хорошо сказано. И вот, что нам с Терри пришлось делать. Нам пришлось тогда начать процесс обновления нашего мышления. Мы поговорим об этом завтра, что именно мы делали, чтобы развить свою веру о свободе от долгов. Но послушайте это. Я записал следующее. «Не сообразуйте системы долгов этого мира, но преобразуйтесь в обеспечение Царства Божьего обновлением вашего ума». И в одном из переводов в Библии сказано, «Не позвольте этому миру сжать вас по своему шаблону, но позвольте Богу придать вашему разуму новую форму изнутри, чтобы вы на практике могли доказать, что план Божий для вас является благим планом». Это потрясающе, Джордж. Это потрясающе. Да. Вы должны обновить свое мышление. То, что сделали вы с братом Кеннетом, приняв решение быть в свободе от долгов, вы начали обновлять свое мышление по Слову Божьему, и это так важно. В процессе освобождения от долгов или чего-либо другого. Да. Именно так вы это делаете? В процессе исцеления, то, что касается вашего тела, мира в разуме, свободы от страха, обновите мышление. Я знаю, что наше время истекло, но я все равно это скажу. Когда вы так поступаете, вы рискуете. Когда вы говорите, «Я больше не буду брать деньги в долг, но я уповаю на Бога», вы рискуете. Вы отдаете себя Господу. Да. Если Он не обеспечит, у вас этого не будет. И такое решение и решимость вынуждают вас начать верить Богу безоговорочно. Но почему? Потому что у вас нет другого выбора. Это не «может нам взять кредит, чтобы купить новый холодильник, или мы будем верить Богу?» После того, как вы принимаете качественное решение, у вас нет выбора. У нас ничего не было, говорю вам. У нас не было мирских благ. Только все старое, старый стол, старые вещи, старая машина, старая одежда. Мы были на старой волне, когда сказали это. Да, на старой. Мы все брали в долг. И вы тоже? Да. У меня был открыт счет еще, когда я была совсем ребенком, ты знаешь? Глория, неужели? Да. У вас был счет? Да. Не знаю, почему они мне доверяли. Мне даже интересно об этом вспомнить, слышать их все. Аллилуйя. Добро пожаловать, Джордж. После первой передачи, которую мы тут провели, я вам сказал, Глория, тему процветания невозможно исчерпать. И вы сказали, ну давай попробуем. Да. И мы все равно работали над этим. Сто. Это хорошо. И вот спустя сто семь передач, мы здесь. Слава Богу. И становятся все лучше и лучше. И также более 250 тысяч скачиваний конспектов. И вот мы. 250. К этому моменту. Думаю, было бы хорошо, если бы люди, скачавшие их, присылали нам свои свидетельства. Я тоже считаю, что это было бы хорошо. Было бы хорошо слышать о хороших вещах, которые происходят в результате получения посетов. Это бы удушевило тебя подготовить еще сто передач. Говоря о конспектах, вы можете скачать их для себя. Да. На английском языке. Зайдите на наш сайт. Найдите эти конспекты. И также скачайте для себя и просмотрите еще раз все передачи на эту тему. Аминь. Будьте в этом вместе с нами. Я считаю, что это очень щедро с твоей стороны. Поделиться всей своей мудростью с нами. Чтобы я могла проповедовать об этом, или люди могли проповедовать об этом. Мы снова и снова повторяем, что эта Глория с Кеннетом первые проповедовали об этом мне. Так что я просто беру то, что я записал, и возвращаю это. Это хороший возврат, однозначно. Слава Богу. И сегодня мы продолжим говорить о том, о чем мы начали говорить вчера. О том, как развивать веру в отношении жизни, свободной от долгов. Я помню, много лет назад брат Кеннет проповедовал на семинаре «30 дней славы». Он проповедовал об этом. И это побудило меня принять решение об освобождении от долгов. Я помню, как я был гостем на его передаче в 1999 году. Мы обсуждали свободу от долгов. И брат Кеннет сказал мне, «Джордж, ты посеял свой дом, ты подарил его кому-то, и зачем же ты снова взял кредит, чтобы купить новый дом?» «Открылась в полной мере, да?» А в этом смысл исправления. Это была любовь. И после передачи он сказал, «Джордж, Господь сказал мне спросить тебя об этом». То есть Господь был виноват в происходящем. Но знаете, что это сделал для меня Глория? Я сейчас вспоминаю несколько случаев за эти годы, когда брат Кеннет бросал мне вызов. Но это поставило меня и направило меня на этот правильный курс. Это меня исправило. И я благодарен за это. Слава Богу. Я благодарен за это. Это благословение. Когда брат Кеннет задал мне этот вопрос, я в ответ что-то промямлил, потому что... Я не знал, что сказать. Но он перебил меня и сказал, «Джордж, твоя вера не была достаточно сильной или большой, чтобы принять дом, свободный от долгов». Уровень твоей веры не был так высок, чтобы ты мог принять этот дом. Уровень посвящения, чтобы избавиться от долгов и продолжать жить без долгов, должен постоянно возрастать. Он сказал, ты должен возрастать в откровении и в Слове Божьем, в своих устах, пока это не переполнит то, что ты сейчас видишь. Вера в жизнь, свободную от долгов, приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Да. Слава Богу. И в тот день, в октябре... Ты начал. ...1999 года, после той передачи, я поехал домой. И мы с Терри начали разрабатывать план веры, стратегический план развития веры, чтобы это привело нас в такое состояние, когда мы были бы вынуждены поверить Богу об этой свободе от долгов. И вот, что я хотел сделать на этой передаче. По сути, я хотел провести вас тем же путем, каким прошел я. Горя, все это мало чем отличается от того, чему вы учили меня все эти 40 лет. Слово Божье. Это не отличается от того, чему вы учили тело Христово. И это Слово Божье. И что мне пришлось сделать, прежде всего, это обратиться к Слову Божьему. И я задал вопрос, что сказано в Слове Божьем о жизни, свободной от долгов? Я собрал все эти места Писания и записал их. Слово Божье должно быть основой и фундаментом для твоего посвящения. И это посвящение избавиться от долгов и продолжать жить без долгов должно возрастать и набирать силу. То есть я знал, что мне нужно возрастать. Я нашел эти места Писания Горя. Первый из них. Послание к Римлянам 13.8. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Я обратился к этому месту Писания, так как именно его использовали вы с Канетом, когда сделали свое посвящение и приняли качественное решение избавиться от долгов. Это один короткий стих. Один короткий стих. Но он очень о многом говорит. Мне понравилось, как вы прекрасно сказали во время одной из передач. «Лишь одно решение отделяет вас от свободы от долгов». Да. И все началось с этого стиха. Я это помню. Я помню историю о том, как брат Кеннет с Глорией сидели за тем голубым столиком. Да. У нас не было дома, у нас не было собственного дома. У нас была старая машина, у нас не было приличной одежды, чтобы выйти и проповедовать. И в тот день брат Кеннет нашел это местописание. Он нашел его затем в расширенном переводе Библии. Да. Он думал, что это поможет, но это не помогло. Словно там он смог бы найти другое толкование. Да. Но в расширенном переводе Библии было сказано «Избегайте долгов». Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Это чудесно. Разве не чудесно верить Богу? Вам все равно надо верить Богу, поэтому можно верить и о лучшем. Я взял это местописание и начал помещать его в свое сердце. Я держал его перед своими глазами. Я предпринимал и другие действия. И знаете, я слушал серию проповеди Лерой Томпсона «Деньги приходят». Также я слушал серию проповеди брата Кеннета о вере. Вашу серию проповеди о вере. Я просто погрузился в Слово Божье. Я взял это местописание и сделал его своим. Господь, на этом месте Писания я буду стоять. В одном из переводов сказано «Держитесь подальше от любых долгов, кроме вечного долга любви, который у нас есть друг перед другом». Скажи мне, Джордж, ты наслаждаешься жизнью больше с долгами или без? О, Глория, иногда утром я просыпаюсь и благодарю Бога за то, что я свободен от долгов. Разве не это называется свобода? Аллилуйя. Это свобода, и ты знаешь, как получить все, в чем ты нуждаешься. Да. Потому что ты научился этому во время того опыта с домом, или во время своего первого серьезного опыта. Ты научился тогда, как принимать. Поэтому, когда у тебя возникает какая-то нужда, или ты хочешь какое-то благо для своей семьи, когда кто-то хочет послать в колледж своего ребенка или еще что-то, используйте свою веру и получите это. Я использую следующий пример о развитии своей веры. Можете пойти в спортзал и начать накачивать свои мышцы, но вам необходимо начинать с небольших нагрузок. Чем больше вы над этим работаете, чем больше вы туда ходите, чем постояннее вы это делаете, сила в постоянстве. Кто-то сказал. Сказал мне один известный человек. Постоянство занятий будет развивать ваши мышцы. Ваши мышцы будут расти и становиться все больше, и через год вы сможете прийти и поднять тот вес, который вы не могли поднять раньше. Это хорошее сравнение. То же самое и верно в отношении веры. Вы развиваете свою веру, ставя Слово Божье на первое место, усваивая его, делая его частью вашей жизни, действуя на его основании так, чтобы развивать свою веру. И происходит это укрепление вас изнутри. Оно расширяется. Единственная разница между человеческим телом и духом человека в том, что у роста человеческого тела есть предел. А у вашего духа, у вашего духовного роста нет предела. Я использую следующую иллюстрацию. Я рассказываю людям о том, что, когда вы с Кеннетом начинали, у вас тогда не было этого самолета Citation 10. Я помню, как брат Кеннет рассказывал, как вы оба одновременно подумали об этом. Да. Вы одновременно подумали об этом. Нам нужно верить об этом самолете Citation 10. Я не знаю точно, сколько времени прошло с того момента до времени, когда он у вас появился, но я помню, как конференцию за конференцией мы не смотрели на экране видео, на котором женщина пела «Удивительная благодать». И также мы видели этот самолет Citation 10. Такой вот образ. И ваша вера развивалась с 1967 года. И ваша вера становилась все больше и больше. Она становилась все сильнее, так что вы буквально могли уже это принять и призвать это. И сейчас Citation 10 уже здесь. О нем уже проповедуют по всему миру. О нем уже проповедуют по всему миру. Он свободен от долгов. Это самолет, купленный без долгов. Стоило оно того? Да. Безусловно. Имели бы мы его сейчас, если бы мы не поверили, а влезли бы в долги? Возможно, имели бы, но если бы мы влезли в долги, мы до сих пор выплачивали бы их. И к этому моменту мы бы переплатили уже вдвое. Если же вы сосредоточитесь на развитии своей веры, вы сможете посмотреть на этот долг, и он не будет казаться вам таким уж большим. Чем больше вы развиваете свою веру, становится легче. Да, легче. Совершенно верно. Вы можете верить о более существенных вещах, о лучших, и намного легче без стресса. Просто делайте то, что вы делали раньше в Слове Божьем. Вкладывайте его в свои глаза, уши, в свое сердце, и будьте терпеливы. Я никогда бы не отказался от того, что мы с Терри сделали, развивая нашу веру о свободе от долгов. Поскольку сегодня мы можем использовать нашу веру. Моя вера велика, Глория. Она велика. Ты практиковался. Она больше, чем когда-либо раньше. Да. И когда вера постоянно развивается, вы можете смотреть на долг, и он становится все меньше, меньше, меньше. Поэтому необходимо стоять на Слове Божьем и верить. Хорошо сказано, Дорь. Это приходит от Слова Божьего. Это правда? Притча 22, 6-7 стихи. Я приведу еще один пример. Когда я только стал исполнительным директором миссии Кеннета Копланда, и мы получили первый счет за телевидение, а в то время он составлял 2 миллиона долларов в месяц, я получил этот счет, и этот счет меня просто потряс. Могу понять, почему. Он меня просто потряс. Каждые 30 дней? Я побежал. Каждые 30 дней. Вот именно. Я побежал в здание церкви. А ты несешь ответственность? Да. И знаете, я позвонил вам с Кеннетом. Я сказал, пришел счет. Два миллиона долларов. Я помню, как брат Кеннет рассмеялся. Слава Богу. Из этого я кое-что подчеркнул. Я подумал, вот состояние, в котором я еще не нахожусь. Мне необходимо, чтобы моя вера была для этого сильной. Но настал момент, когда моя вера тоже развилась. Я хотел бы рассказать еще больше, но нам надо идти дальше. За каждый месяц, да. Но наша вера здесь, Глория. Она здесь. Я нашел это местописание в притчах 22, 6-7 стихе. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом-заимодавца. Знаете, я стоял на этом месте Писания. Я начал встраивать это в свой дух. Трозаконие 28, 12. Ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Говорю, я читал это снова, 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 снова. Я не буду брать взаймы. Я не буду брать взаймы. Я созидаю свою веру. Я развиваю свою веру. Практикую свою веру в отношении этого. Трозаконие 15, 6 стих. «Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе. И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать». Представляете, над вами господствуют. Я взял эти четыре местописания. Вы под чьим-то контролем. Это были мои четыре местописания о свободе от долгов. Когда меня кто-то спрашивал, а на основании каких местописаний ты стоишь? Хорошо, Джордж. Я обращался к этим местописаниям. Это замечательные местописания. Я продолжал их читать. Читать и читать. Затем я сделал следующий шаг, Глория. Перевернись в страницу и прочитайте это. Я использовал местописания, чтобы умножить свою веру, увеличить свою веру. Господь хочет, чтобы каждый из нас развивал свою веру, расширял ее. У меня есть послание, которое я еще не проповедовал, но хочу проповедовать. Я еще до этого не дошел. Это послание о том, как увеличить свою духовную способность принимать. Очень хорошо, Джордж. Обязательно проповедуй об этом, когда подготовишься. Я начал искать местописания. Мы старее начали их искать. Позвольте, я очень быстро их прочитаю. Хорошо. Книга Бытия, 18 глава, 14 стих. Там есть вопрос. Есть ли что-то слишком трудное для Господа? Я отвечал, безусловно, нет. Я свободен от долгов. Числа, 11, 23. И сказал Господь Моисею, «Разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет». Я задавал вопрос, «Разве рука Господня коротка?» Я отвечал, «Боже, Твоя рука не коротка. Бог, Твое слово относительно моей свободы от долгов исполнится». Я верю, что получаю это. И я начал развивать этот внутренний образ, образ Бога внутри себя. Бог внутри меня. Это была одна из первых серий проповедей, которые я слышал у брата Копланда. Образ Бога в вас. Слава Богу. Да. И этот образ рос и расширялся, он становился все больше и больше в том, что касалось свободы от долгов. 77-й Псалом, 41-й стих. «И снова искушали Бога и оскорбляли, как сказано в одном из переводов, ограничивали святого Израилева». Я говорил, «Боже, я не буду отворачиваться от Тебя, я не буду искушать Тебя, не буду оскорблять Тебя, я не буду Тебя ограничивать». В моей жизни нет ограничений. Но Бог может быть ограничен в вашей жизни. Он может быть ограничен. И вы можете это сделать, вы можете его ограничивать. Мне нужно было прорваться тогда, Глория. Мне нужно было прорваться через это ограничение, в котором я не видел себя свободным от долгов. Мне нужно было из этого вырваться. И то, что вы слышите у меня сейчас, тот огонь в голосе, в точности отражает то, что я тогда делал. Я применял усилия, чтобы добиться этого. Мы с Терри с усилием пробивались. Исайя 59.1. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не оттяжелело для того, чтобы слышать. Мы должны видеть, как Он действует нам на пользу. Очень незрело думать, что вы могли бы создать такую неразбериху, с которой Бог не мог бы справиться. Это правда. Это ребячество. Это правда. Он может распутать любую неразбериху, в которую мы впутались. Из любой ситуации, в которой вы оказались, каким бы тяжким ни был груз, Он может вас вызволить. Аминь. Слава Богу. Ваш путь спасения перед вами. Хорошо. Матфея 19.26. Человекам это невозможно. Богу же все возможно. Все возможно. Я говорил, через Бога мне возможно жить в свободе от долгов. Да. В свободе от долгов. Это возможно. Это выполнимо. Это возможно. Это выполнимо. В Англии от Марка 9.23. Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Я говорил, «Я верю, что я свободен от долгов во имя Иисуса». Я говорил это, Глория, я повторял это снова, снова, снова. Это не были пустые слова, которые я говорил по привычке. Просто так. Ты говорил верой. Я говорил это верой. Я держал это у себя перед глазами. Это входило в мои уши. Это выходило из моих уст. Очень хорошо, Джордж. И мои пути стали успешными. Евангелие от Луки 18.27. Невозможное человеком, возможно Богу. Я говорил, «Мне возможно быть свободным от долгов». Я говорил это. Заявлял это. Послание к Римлянам 4.21. Это именно те местописания, которые мы стали использовали, чтобы выбраться из долгов. Послание к Римлянам 4.21. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное, я говорил, «Я вполне уверен, что я свободен от долгов». И вот что мы стали делали. Мы использовали свою молитву за еду и заявляли, «Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса, что мы свободны от долгов. Мы не ограничены. Боже, Твоя рука не сократилась. Мы свободны от долгов во имя Иисуса». Я бы убедительно рекомендовал вам использовать ваше время молитвы за еду так же, чтобы применять свою веру в отношении свободы от долгов. Верить в Богу. Проговаривать Слово Божие. Знаете, Глория — это забавно. Но бывают случаи, когда в последнее время, за последний год, я за столом пророчествую. Мы садимся и молимся за нашу еду, и я начинаю пророчествовать. Я проговариваю к тому или к этому. Это время идеально подходит для молитвы. Разве это не потрясающе? Да. Совершенное время. Аминь. Аминь. Я использовал 20 стих 3 главы послания к Ефесянам. «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Я недавно подумал. Или о чем верим. Верим. Осмеливаемся поверить. Все, о чем мы осмеливаемся поверить, вы осмеливаетесь верить Богу о свободе от долгов вашей жизни. «Сделайте шаг из этих долгов». Давайте. «Шаг вперед». «Примите, слава Богу». «Сделайте шаг вперед». «Шаг из этого». Кто-то должен это записать. «Шаг вперед». «Шаг из этого». «Примите». 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. Это уже 10 мест Писания. «Ибо всякий рожден от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Я говорил, долги пришли от системы этого мира. Я, побеждая своей верой, власть долгов. Аминь. Глория, я говорил и говорил это. Я верил, я заявлял это. Я продолжал читать Слово Божье и развивал свою веру в Слово Божье. И уже сейчас я могу сказать, что моя вера сильнее, чем когда-либо раньше. «Слава Богу». Да, у тебя был опыт. У тебя был потрясающий опыт. Могу себе представить. Бывают времена в церкви, когда я проповедую. Это началось как раз 1 числа этого года. Я чувствую, что я могу своей верой пробить стену здания. Такая она сильная. Такая у нее сила. Сдерживай себя, Джордж. Я знаю, что ты имеешь в виду. Ты говоришь в Духе. Сила Божья поднимается в тебе. И ты веришь, что все возможно. Для тебя. Именно это и называется силой веры. Это хорошее описание, да. Сила веры. Это одна из сил. Рожденного свыше человеческого духа, который извергается, как вулкан. Вырывается наружу и наносит удар дьяволу, называя несуществующее, как существующее. И вы достигаете такого состояния, когда вы с Богом больше, чем тот долг, который висит над вами. Вы возвышаетесь над этим. Позвольте мне закончить с этим, Глория. Это слово от Господа, которое Господь дал мне в разгар всего этого. Приблизительно в 99-м или в 2000-м году Господь проговорил ко мне. Это третья страница вашего конспекта. Он дал слово. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты расширил свое видение о свободе от долгов». И вот что он сказал, «Я требую». Это был такой же голос, какой я слышал над собой раньше от брата Кеннета. Он хочет от меня. Он хочет, чтобы я созидал. Он хочет, чтобы мы созидали нашу веру об этом. Он сказал, «Я требую, Джордж, чтобы вы вышли из этой ограниченной религии, подчинившейся нищете посредственно ниже стандарта урезанной, когда вы едва сводите концы с концами мелкомыслящей, с крохоборным мышлением ограниченной клетки, в которой вы были». Относительно того, что я хочу, чтобы вы делали в себе, для себя и через себя. Потом он сказал, «Меня сдерживали три вещи. Первое. Ваш недостаток упования на мое слово. Второе. Негативные события, нагромоздившиеся за последние годы, спланированные сатаной, чтобы уничтожить вашу надежду, ваше рвение, спланированные сатаной, чтобы заставить вас даться. И третье. Страх неудачи. Страх того, что вы не справитесь. Страх выступить вперед в вере. Я верю, что я сейчас обращаюсь к некоторым людям, которым сейчас 40, 50, 60, может, 70 лет, и вы все еще в долгах. Вы смотрите на себя. Вы занимаетесь самобичеванием и говорите, «Я неудачник, поскольку я не справился с этим». Прекратите. Прекратите сейчас же. Своими словами, разверните этот корабль. Поверните его в другом направлении. Выходите из этого образа мышления. Примите сегодня решение. Мы выбираемся из этого. Мы выбираемся из долгов во имя Иисуса. И Господь сказал, «Это новый день, новое время, новый час». Я приказываю вам достигать своей веры больше, чем вы этого когда-либо раньше делали. Расширяйте. Расширяйтесь. Расширяйтесь и увидите это верой. Это ключ. Способность видеть только глазами веры даст вам возможность видеть намного больше и выше всего, что вы можете попросить или помыслить. Призывайте это. Призывайте то, что вы видите глазами вашей веры. Чрезмерное обеспечение, превышающее понимание, ожидает мое тело. Но вы должны подняться за пределы своих ограничений в ту сферу, которую вы еще не касались. Нацельте свою веру выше. Призывайте урожай. Поднимите стандарт. Установите новую планку. Знаете, что в Боге особенно? Вы никогда не достигаете конца. Поднимите глаза вверх и смотрите. Так сказал Господь. Мы будем продолжать возрастать. Принимая, испытывая приумножение, говоря, пока не попадем на небеса. И там мы еще больше продвинемся вперед. Слава Богу. Слава Богу. Сегодня наш... 108-й день учения о процветании. 108-й день. Подумайте об этом. Задумайтесь над этим. Подумайте об этом. Как говорил Папа Кларк, подумайте об этом. Да. Да. Это было потрясающе, Джордж. И мы старательно изучали тему свободы от долгов. Это воля Божия для вас быть свободными от долгов. Если вы не смотрели прошлые передачи, зайдите на наш сайт kcm.org.ua и посмотрите их обязательно. Также скачайте для себя конспекты, с которыми мы работали. Они доступны на нашем англоязычном сайте. Зайдите на наш сайт и воспользуйтесь нашими материалами, чтобы вы могли двигаться вместе с нами. Слава Богу. Это замечательная вещь. Да. Пользоваться тем, что Господь дает нам. Глория, вот почему я хотел зафиксировать эти мысли, записать их на бумаге. В том, чтобы люди могли иметь их, изучать их и проповедовать по ним. Пасторы проповедуют по этим конспектам. И я хотел, чтобы эти материалы были доступны людям. Да. Мы ценим твою щедрость. Я рад это делать. Не удивительно, что ты благословлен? Ты очень щедр, что даешь нам возможность... Глория, я хочу, чтобы сегодня мы рассмотрели 21 стих 19 главы книги притчи. Давайте прочитаем его сначала, а затем продолжим говорить о том, о чем мы хотели поговорить. Я буду читать из синодального перевода, Глория прочитает из расширенного. Притча 19, 21. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Что сказано в расширенном переводе Библии? «Много планов на уме у человека, но состоится только цель Господа для него». «Много планов на уме у человека, но только цель Господа». Вспомни, что ты планировал сделать в своей жизни? Ты не планировал проповедовать на телевидении? Нет, не планировал. Ты планировал стать художником, как твой папа? Да, верно. Да. Или заниматься чем-то в этом роде. «Много планов на уме у человека, но только цель Господа для него состоится». И вспоминая то, что ты задумывал в юности, ты ведь не применял бы это на то, что имеешь сейчас, верно? Нет, не променял бы. Нет, нет. Это намного выше всего, о чем я могу попросить или помыслить. Это правда. Что совершил Господь? Когда я задумываюсь о своих амбициях, их было немного, но я мало что знала, мне мало что было известно. Я не скажу, что я об этом думала, поскольку я не хочу никого обидеть, кто сейчас в таком положении. Но вы бы никогда не подумали, что я буду проповедовать Евангелие. План, который Бог имел для вас с Кеннетом, когда Он предложил вам выйти за Него замуж. На нашем первом свидании. И вы бы никогда не подумали, но посмотрите, что сделал Господь. Посмотрите, куда Он вас привел. И все это Он сделал без долгов. Он даже вывел вас из долгов, в которых был Кеннет, о которых вы и не знали. Он не говорил ни о своих долгах. Он не говорил ни о своих долгах. Но мне не хватило ума спросить. Но вот мы. Вот мы. 50 лет спустя. И 50 лет спустя возросли и окрепли. Бог был просто потрясающий. И мы так благодарны. Но знаете что? Все не казалось таким уж захватывающим, пока мы не обратились к Слову Божьему и не начали ходить верой. И тогда это стало как новый мир. Совершенно верно. Знаете, мы с Терри в то время были в долгах. И мы приняли решение быть свободными от долгов и начать вместе это путешествие. Однажды я пал духом в этом. Я не видел большого прогресса. Я обратился к Господу и начал его спрашивать в отношении этого. Я сказал ему, мне нужна ясность в этом плане. Мне нужна ясность в том, что делать. Возможно, вы сегодня тоже находитесь в таком положении. Возможно, вы думаете, хорошо, они говорят о жизни, свободной от долгов. Но как мне это сделать? Что мне делать? Как? Я поступил так же. Глория в своих конспектах, я записал именно ту молитву, которой я тогда помолился. Она звучала так. Слава Богу. Господь, мне нужен Твой план насчет свободы от долгов и сверхъестественного обеспечения. Мне нужна Твоя мудрость насчет того, какие шаги мне предпринять. Люди в моей церкви нуждаются в Твоем плане насчет их свободы от долгов. Покажи нам, как ухватиться за Твой особенный стратегический план. Что мне делать? И тогда Господь начал мне говорить, у меня есть для Тебя план. У меня есть план. Как вывести Тебя из долгов? Тебя из долгов. Если я могу что-то записать, то я могу это говорить скорее в виде исповедания. Я понял, что это работает именно так. И вот пять пунктов. И на передаче мы сопровождаем это рисунками, чтобы вы могли также это видеть. Первое, что он сказал. «У Бога для меня есть план по отмене долгов». Это было его исповедание для меня. Глория, это совершило что-то внутри меня. Это подняло груз. Это подняло и сняло этот груз. Есть выход. Есть выход. Иначе говоря, у Бога есть выход. Есть план. У Бога есть для меня план. И вот местописание, которое он мне дал. Иеремии 29, 11. Это потрясающее местописание. И там сказано, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас», говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. В одном из переводов сказано, «Ибо я знаю планы». У него есть планы. Были ли у него планы? Разве у него не было планов? У него есть план. У него есть план. Я знаю планы. Ты не понимал его планы? Да. Когда только начинал. Совершенно верно. Я не знал, каков был этот план. И я, конечно же, не знала. Я говорила, что никогда не буду женой проповедника. Но это был не мой план. Знаете, что сказала Терри, когда мы познакомились? Я не помню этого, но она так сказала. Однажды, когда мы оба учились в университете Урла Робертса, мы разговаривали. Мы говорили обо всем, что мы собирались сделать. Это была помазанная беседа. И есть такой ресторан, который называется «Голдис» в Талсе. Да. Мы сидели там, в Талсе. Это там, где продают гамбургер. Мы говорили о нашем будущем, и о телевидении. Мы говорили о том, как мы будем вместе проповедовать Слово Божье. Но она тогда мне сказала, «Единственное, я никогда не буду женой пастора». Единственное, к чему вы были призваны. Но мы возросли, не так ли? Теперь ей это нравится. Она сейчас получает от этого огромное удовольствие. Да. Но у Бога есть план. Давайте закончим в этом переводе. «Ибо я знаю планы, которые имеет для вас, говорит Господь. Планы принести вам процветание, а не вред. Планы дать вам надежду и будущее». Глория, есть индивидуальный, специальный, стратегический план, чтобы освободить людей из долгов. Я никогда не думала об этом месте Писания относительно страха. Страх. Но он сказал, «У меня есть план принести вам процветание, а не вред». Хорошо подмечено. Поэтому, когда у вас появляется мысль со страхом, вы знаете из этого места Писания, что у Бога есть план. Да. Да, хорошо. Я никогда не использовал это место Писания в таком смысле. Относительно страха, безусловно. Но мне это нравится. Планы дать вам надежду и будущее. У меня есть будущее. Если вы во Христе Иисусе, следуете за Ним, принимаете Слово Божье, помещаете его перед своими глазами, ушами, в свои уста, у Бога есть для вас план. Это хороший план. Это хороший план. План процветания. Да. Аллилуйя. Вам он понравится. И кажется, в синодальном переводе или в каком-то другом переводе сказано, «даёт вам ожидаемый результат». Или, как сказано на иврите, «результат ожидания». Да, аминь. Мы должны оставаться в состоянии ожидания. Вера ожидает. Она ожидает. И мы каждый день ожидаем. Да. И еще, добавлю здесь. Это слово от Господа, которое брат Кеннет получил о 2013 годе. 2013 год – это год великой благодати, как Господь сказал брату Кеннету. И в этом слове было сделано такое заявление. Я его вам прочитаю. Оставайтесь в том положении, в каком находитесь. Оставайтесь непоколебимыми. Почему? Ваше самое большое благословение уже близко. И вот чему я учил людей в моей церкви. Каждое утро, когда мы встаем, каждое утро, когда мы с Терри просыпаемся, первые слова, исходящие из моих уст, это «сегодня я ожидаю наибольшее благословение Божие», которое когда я бы была. Это так хорошо сказано. Я в состоянии ожидания. Я об этом сказано. Планы, чтобы дать вам надежду. Слово «надежда» на греческом и на еврите – это уверенное ожидание. А знаете, что делает дьявол? Он говорит вам, для тебя нет надежды. Нет надежды. Он постоянно сбивает у вас почву из-под ног. Ты глупый, ты уродлив, для тебя надежды нет. Ты никогда не выберешься из долгов. Ты не будешь ничего стоить. Да, это ложь дела. У тебя никогда не будет этого. Ты никогда… Да, у Бога есть ожидаемый результат, благой. У Него есть план, который принесет нам процветание. Я верю в это, я испытала это, так же, как и ты, и тысячи других людей. Да. Вам надо просто вступить в его план. Совершенно верно. Слава Богу. Когда Господь мне это сказал, это мне очень помогло. И я использовал это как исповедание, как провозглашение веры. «У Бога есть план по отмене долгов для меня». Понимаете? Повторите за мной. «У Бога есть план для меня по отмене долгов». И здесь сказано «планы, чтобы дать процветание». Он планирует дать нам процветание. Вы скажете, «Ну я уже преуспел». Да, я еще не закончила, слава Богу. Он продолжает давать процветание. У него еще есть планы дать мне процветание. И это хорошо. И когда-нибудь мы будем жить наверху, мы будем в наших имениях, там, где улицы, мощеные золотом. Подъездная дорожка к моему дому будет золотой. Чудесное место. Улицы будут золотые. Мы никогда не перестанем процветать. А процветание происходит в духе, в душе, в теле, в финансово, социально, политическом, во всех сферах. Все в жизни. Процветать означает улучшаться. Господь сказал мне, когда я молился этой молитвой, я сказал, «Господь, мне нужен твой план». Он сказал, «Хорошо, вот пять пунктов». Во-первых, говори, у Бога есть план о погашении долгов для меня. И я это говорил. Я заявлял это. Вот второе, что Он сказал. «Я принимаю верой Божий план о погашении долгов. Немало не колеблюсь, еще даже не видя этого». Я говорил, «Я верю, что принимаю Божий план о погашении долгов верой. Я не колеблюсь насчет этого. Я принимаю то, что еще не видно в физическом мире. Я просто беру это верой». Послание Акова, 1 глава, с 5 по 8 стихи. «Если же у кого из вас не достает мудрости...» Насчет того, как выбраться из долгов, например, «допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь». С верою, немало не сомневаясь. Иначе говоря, если вы обратитесь к Богу и скажете, «Господь, я прошу у Тебя мудрости, чтобы выбраться из долгов», Он не скажет вам, «Это так глупо. Если ты сам до сих пор не догадался, то что я с тобой поделаю?» Да. Нет, Он даст вам план. Он не упрекает. Он даст вам план. Да. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, а целеустремленный человек. Он тверд во всех путях своих. Насчет этого есть твердые надежды и ожидания. Это местописание о двоящихся мыслях. Очень хорошо использовать, когда вы стоите в вере. Потому что всякий раз, когда к вам будут приходить мысли, «Ты это не получишь, у тебя это не получится, Бог тебе не поможет», вы будете знать, что это неправильная мысль. Да. И вы будете возвращаться к мыслям Слова Божьего, к мыслям веры. «Я исцелен, я получил ответ, я поверил, что получил это». Вы должны это говорить. Нельзя быть бесхарактерным. Вы должны взяться за это и поверить Богу. Если вы хотите ходить в благословении, в силе, в исцелении, процветании, не позволяйте дьяволу обмануть вас. Мы должны принимать это верой. Ухватитесь за это. И не сомневайтесь. Не будьте бесхарактерным, как вы сказали. Не будьте бесхарактерным. Здесь нет бесхарактерных. Здесь нет бесхарактерных. Нет, нет. Это напомнило мне... Было несколько стратегически важных случаев, когда мы с братом Кейт Муром разговаривали по телефону и делали заметки. Кейт исполнил Господа. Они у меня есть. Это было много лет назад. Они тогда еще должны были деньги за свой дом, так же, как и мы за наш. И мы пришли к согласию друг с другом. Слава Богу. Каждый раз, когда мы разговаривали по телефону, он говорил, Джордж, я верю, что ты сегодня свободен от долгов. Аминь. Сегодня, сейчас. Сегодня. И до заката ты будешь свободен от долгов. Мы говорили об этом. То есть вы верили друг о друге? Мы верили друг о друге. Это очень хорошо, иметь кого-то, с кем можно согласиться и верить вместе. Безусловно. Друг по вере. Друг по вере. День подходил к концу, солнце садилось, и мы к концу дня не освобождались от долгов в физическом плане. Ну что ж, завтра. Завтра мы будем свободны от долгов. И мы говорили, и говорили. И Глория. Настал тот день, когда завтра пришло к нам. И мы были абсолютно свободны от долгов. Этот день настал. А что если бы вы сдались? А сдаваться нельзя. Вы бы до сих пор были в долгах. Да, это неправильно. Не сдаваться. Мы не сдаемся. Это так же неправильно, как если бы фермер вышел в поле, посеял семя, а на следующий день пришел, ничего не увидев на земле, взял бы и выкопал это семя. Не выкапывайте свое семя веры. Не сдавайтесь. И третье. Награда стоит того. Да, не сдавайтесь. Награда стоит того. Это путь ленивого человека, а мы не ленивы. Да. И мы не сдаемся. И если мы не отступим от Слова Божьего, а это исполнится, у нас будет победа. Да. У Бога есть план. Он знает, что делать, если мы останемся с Ним. Да. Если мы будем поддерживать свои слова, свои мысли, исполненными Бога и Его Слово. Послание Галатам 6, 9. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». «Если не ослабеем». «Если не ослабеем». «Не ослабеем». «Не ослабевайте, будьте смелыми». «Мы не ослабеем, церковь». «Не ослабевайте». «Мы не ослабеем». «Будьте смелыми». Джордж, ты меня радуешь. Я должен сказать вам вот что, Глория, это важно. Айли, маленькая дочка нашей дочери Обри, ей всего два года, и Обри учит ее простым исповеданием веры. Одно из них – «Я смелая, я сильная, никакого страха, никакой стеснительности». Никакой стеснительности. Разве не здорово? Может, нам привести ее на передачу, чтобы она рассказала свое исповедание? Вполне возможно. Оно у меня записано. Это так чудесно. Ночью она говорит, «Дьявол, нет, уходи. Я смелая, я сильная, никакого страха». И потом она говорит, «Я не стесняюсь». «Я не стесняюсь». «Не стесняюсь». «Не стесняюсь». «Да, едва буду». «Подумать только». «Маленькая девочка». Оставь юношу при начале пути его. И знаете, чему сейчас учит ее Обри? Она учит ее говорить, «Сегодня я ожидаю свое самое большое благословение, которое когда-либо было». «Я очень рада, что ты поделился этим со мной». «Ставит Слово Божие». «Мы смеемся, мы считаем это забавным, но это истина. Наставь ее, уношу, при начале пути его. Он не уклонится от него, когда я состарюсь». Хорошо. Третье. Глория, посмотрите на вторую страницу. Третье, что Господь говорил мне о своем плане, это «Божий план по отмене долгов» реализуется из духовного мира, а не из естественного». Он открывает это нам, своим духом. Первое послание Коринфянам, вторая глава, в девятом и в десятом стихе об этом сказано. Позвольте, я скажу вам следующее. Это хорошее наставление. В одном из посланий брат Кеннет учит о том, как подчиняться плану, а не давлению. И он дал нам схему из трех шагов, которую мы с Терри использовали многие годы. Я ободряю вас сделать то же самое. Он сказал, если вы ищете план Божий, вот что вам нужно сделать. Первое. Посвятите от одного до трех дней молитве о Божьей мудрости относительно вашей свободы от долгов. Второе. Молитесь об этом плане на иных языках. Третье. Молитесь до тех пор, пока не будете знать, что делать. И мы с Терри делали это много раз. Время реконструкции того дома, в котором мы сейчас живем. Однажды мы решили поехать в Феникс, и мы сняли комнату в гостинице. И днем мы уделяли время, чтобы молиться таким образом. Мы провели там три дня. Вечерами мы ходили на прогулку, ужинали вместе и так далее, но днем мы молились. И Бог дал нам указание насчет того, что делать в отношении реконструкции нашего дома. У нас появился план. То есть, Божий план о погашении долгов приходит из сферы Духа, а не из этой естественной сферы. Бог покажет вам, что делать. Он покажет вам, когда вы будете молиться в Духе. Первое послание Коринфянам, 14 глава, там сказано, что когда мы молимся в Духе, мы можем получить толкование этого. Он может показать вам и сказать вам ряд вещей, которые нужно сделать в этом плане. Но прежде всего это исходит из духовной сферы. Я подумала о тех шагах, о шагах, которые надо предпринять. А потом я подумала о том месте Писания, где сказано, «Господом утверждается стопа благочестивого человека». Утверждается, да. Он говорит, какие шаги предпринять. И четвертое. Господь сказал говорить, «У меня есть способность слышать Божий план в отношении выхода из долгов». И я его слышу. Я слышу, что Бог мне говорит. Да. 84-й Псалом, 9-й стих. Там сказано, «Послушай, что скажет Господь Бог». Он скажет, «Мир», когда все на месте, ничего не сломано. «Мир народу своему и избранным своим». Так что у меня есть способность слышать то, что говорит Господь. «Я слышу голос доброго пастыря, и за голосом чужого я не пойду. Я следую за добрым пастырем». А что сказано о добром пастыре? «Я ни в чем не буду нуждаться». Да. «Я ни в чем не буду испытывать недостатк». «Я ни в чем не буду нуждаться». «Я ни в чем не буду нуждаться». «Я узнала, что это правда». Пятое. Бог сказал, «Говорит следующее. «Я повинуюсь Божьему плану в отношении выхода из долгов». Исайя 1.19 сказано, «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Поэтому я делаю все, что говорит мне делать Бог». Мы с Терри пребывали в состоянии постоянного сияния и жатвы во время всего процесса. И это действительно часть того плана, который дал нам Бог, нам с Терри. Он сказал мне, «У меня есть для тебя план в отношении выхода из долгов». Он сказал, «Вы должны принять его верой». И этот план приходит из сферы духа. «У нас есть способность его услышать, и я повинуюсь ему». «Я буду делать все, что он скажет нам делать». И прямо сейчас вы смотрите на пастора свободного от долгов благодаря этому. Слава Богу. Слава Богу. Потрясающе, пастор. Слава Богу. Потрясающе. Так хорошо. Еще одно. Еще одно. И Бог не лицеприятен. И Господь сказал следующее. В дополнение к этому Он сказал, «Расслабься. Возложи на Меня всю заботу и войди в Мой покой». Наслаждайся жизнью. Наслаждайся жизнью. Слава Богу. Даже в процессе выхода из долгов. Расслабься. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь и наслаждались жизнью». Да. Слава Богу. Аллилуйя. У нас есть 30 секунд, Джордж. Ты хочешь что-то сказать? Позвольте, я помолюсь за наших зрителей. Отец, во имя Иисуса, я молюсь сейчас за каждого, и я благодарю Тебя, Господь, за то, что у Тебя есть план о погашении долгов для них. Я благодарю Тебя, Отец, за то, что они принимают этот план, который приходит из сферы Духа. Господь, я прославляю Тебя и почитаю Тебя. Мы запрещаем долгам. Они принимают это. Принимают то, что еще не видно физическими глазами, но они принимают это верой. Отец, у них есть способность слышать этот план, и они послушны ему и исполняют его. Они исполнители Слова Божьего. Они только слышатели. Отец, я прославляю Тебя за это. У Бога есть план в отношении выхода из долгов. Слава Богу. Аминь. У Него есть план. У Него есть план. О погашении Ваших долгов. Да. Он верен Своему Слову. Он будет верен Вам так же, как Он был верен Джорджу Стэрри, Кеннету и мне. Когда мы берем Слово Божье, Он приступает к работе. Я не утверждаю, но мы можем. Конечно, на протяжении последних двух недель мы говорили о выходе из долгов. И Бог хочет, чтобы Его народ был свободен от долгов. Он хочет, чтобы Вы были свободны от долгов. И это желание для Него не ново. Верно. Согласно Его словам, долги — это проклятие, и я в это верю. Согласно 28 главе книги Второзакония. В долгах Вы можете в это поверить. Да, совершенно верно. И сегодня мы сделаем нечто особенное, Глори. Я знаю, что людям всегда интересно, как же выбирается из долгов. И сегодня, основываясь на изучении того, что я от вас слышал, и что я прочитал в вашей книге «Воля Божия для вас» и в книге брата Кеннета «Закон о преуспевании», мы поговорим о плане, который Бог дал вам с Кеннетом насчет выхода из долгов. Итак, Глория Копланд, это ваша жизнь. Хорошо, начнем читать с 6 главы Евангелия от Матфея 33 стиха. Да. И Глория Копланд, это было для вас очень особенное местописание, не так ли? Матфея 6, 33. «Ищите же прежде Царство Божьего и праведности Его, и это все приложится вам». Аминь. Знаете, что у меня было дома? Расскажите. Взятая напрокат, раскладная кровать, и это был не мой дом, мы его арендовали, и кофейный столик, который Кеннет смастерил в школе, в мастерской, металлический столик, поломанный черно-белый телевизор, он был вот такой, а изображение на нем было вот такое. Сериал «Беверли Хилл Биллис» только появился, и изображение было вот таким, у нас не было плиты, у нас не было холодильника, у нас была пара плетеных стульев, которые подарила нам мама, и все. Это все. И когда холодало, будучи человеком новаторским, я брала картонную коробку, складывала в коробку еду и ставила на крыльцо. Жаль, что у вас не сохранилось в той коробке, она бы подошла для музея. Это был наш холодильник. Не плачь, Джордж. Мы преодолели это. Да. Господь нам помогает. Разве это не удивительно? Это удивительно. Именно там я родилась свыше, в том месте. И местописание, которое мы только что прочитали. И я ничего не знала. Я была духовно невежественна. Я не знала о Библии. Я знала, что это Библия. И мама Кеннета подарила ему Библию. На ней было написано именно это местописание. Она написала, дорогой Кеннет, потому что она постоянно за него молилась. Ищи прежде Царства Божьего и Его праведности. И все остальное приложится тебе. Это проговорило мне. Но в то время вы были в долгах. Да. Мы поженились незадолго до этого. Да. Я вышла замуж за Кеннета Копланда и его долги. И в то время, как он говорил, он брал в долг даже на свой велосипед. От трехколесных. Я говорила, что никогда не выйду замуж за проповедника. Да. И он не был проповедником, когда я выходила за него замуж. Так что никогда не говорите никогда. Недавно вы сказали, что у вас еще в детстве был кредит. В магазине одежды. Да, я открыла там счет. В те дни не было кредитных карточек. Да. Они даже еще не были популярны так, чтобы я о них знала. Я приходила в магазин хорошей одежды и открывала там счет. Ты просто заходил и говорил, запишите это на счет. И они думали, что мои родители за это заплатят. Но как бы то ни было... То есть еще в юном возрасте вы научились покупать в долг. Так нас воспитывали. Ты просто брал взаймы. Ты записывал на счет, и ты был должен. Тебя был возобновляющийся кредит то тут, то там. Но именно на основании этого местописания вы оба спаслись. И это показало вам, что если вы будете в первую очередь искать Царство Божьего и Его праведности, все, что вам когда-либо понадобится... Да. ...приложится вам. Я в это поверила. И с того момента, потом вы жили в Литл Рог, в штатах Канзаса, потом авиации. Но потом пришло время, когда вы окончательно подчинились воле Божьей. Понимаете, я никогда не думала, что Кеннет будет проповедником. Или я себе это даже не представляла. Я говорила, я никогда не выйду замуж за проповедника. И посмотрите, что я сделала. Я вышла замуж не за проповедника. Я вышла замуж за пилота. Но мы все равно к этому пришли. Я точно не знаю, как мы к этому пришли, но Кеннет пел. Вы знаете. И это открыло для нас двери. На собрании, конференции. Его приглашали приехать и петь там после того, как мы родились свыше и были исполнены Духа Святого. И мы начали ездить. Но ведь прошло пять лет с момента вашего спасения, с 1962 года по 1967 год, когда вы приняли от Господа поручение поступить в университет Орла Робертса. И вот вы собрали всю свою семью. Да, маленьких детей. И переехали в Талсу. И переехав, вы начали слушать не только брата Робертса, но и брата Хейгена. В тот год, когда мы были в Талсе, на протяжении девяти или десяти месяцев, брат Хейген, кажется, ежеквартально проводил десятидневную конференцию. И если не ошибаюсь, он больше никогда не проводил это так интенсивно. Только когда мы были там. Я это слышал. И в то время с вами там была Билли Брим. Нет. Вы ее не знали? Навряд ли. Она сидела в первом ряду. Она сидела в первом ряду, да. И вы, несмотря ни на что, приехали. В Талсе была буря. И несмотря на эту снежную бурю, вы посвятили себя Слову Божьему. Мы это поняли? Мы увидели, что там наш ответ. Да. И мы были в долгах. У нас ничего не было. Мы ездили на старой машине. И все началось с того послания, с той проповеди, которую вы слушали на бобинах. Это все, что у нас было? Которое услышал Кеннет. И вы с Кеннетом услышали послание, которое называлось «Как иметь свободу действий с Богом». Эта запись была у мамы Кеннета. Она была у нее, и мы ее услышали. И когда проходили конференции, мы посещали каждую из них. Мы не пропускали, мы начали слышать истину. И Слово Божье наполняло вас, и вы созидались внутри. И вы сделали посвящение, которое основывалось, кажется, на том, к чему направил вас брат Кеннет Хейген. Оно было таким. Все, что вы видите в Слове Божьем, вы это и будете делать. И вы применили это к своему образу жизни. Что бы вы не увидели. Но это же получилось. Да. Цель была достигнута. Все изменилось. Цель была достигнута. Да, цель была достигнута. И вот вы открыли для себя Римлянам 13.8. И в послании к Римлянам 13.8... Джордж, что знаешь, мое свидетельство лучше меня. Давайте откроем послание к Римлянам 13.8. И мы увидим, что же обнаружили Кеннет с Глорией, когда они жили в Талсе. Однажды Кеннет читал Библию и случайно нашел 8 стих 13 главы послания к Римлянам в стандартном переводе Библии. Там сказано, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. А в то время они были еще в долгах. И когда он прочитал это местописание, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, он решил найти расширенный перевод Библии этого местописания, полагая, что он звучит по-другому. Возможно, он найдет другой перевод, который даст ему возможность увильнуть. Но в расширенном переводе Библии было сказано, избегайте долгов. Знаете, когда вы в браке уже 50 лет, вы смотрите на все по-другому. Я помню... Да, хорошо. Я вспоминаю в том городке, в Литл-Рок, Библию, которую Винита, мама Кеннета, подарила своему сыну. Да. И как я увидела на титульной странице, «Ищи прежде Царства Божьего и Его праведности». И не зная, как родиться свыше, я родилась свыше. Потом мы переехали в Талсу. Это было задолго до того, как мы что-то сделали. За несколько лет. И именно учение брата Хейгена открыло нам, чтобы мы узнали больше. У нее были его записи, у мамы Кеннета. Ты ее знаешь, ты ее знал. Она молилась за своего сына, за своего единственного сына. Когда он привел меня в дом, она не была счастлива. Но мы пережили это. Вы прошли через это? Да, мы прошли через это. Это было просто потрясающе. Мы были очень невежественны насчет Слова Божьего. И я мало что слышала в своей жизни. А Бог вел нас шаг за шагом. И вы нашли это местописание в 8 стихе 13 главы послания к римлянам. Мы научились у брата Хейгена делать то, что сказано в Слове Божьем. Да. И мы пытались это делать. Мы старались говорить правильно. Мы узнали о вере. Мы старались слушаться Бога. Но у нас были долги. Потому что только так можно было что-то приобрести. Так мы приобретали что-то в те дни. Мы записывали на счет. Это были еще в далекие дни. Возможно, они уже были, но у нас не было кредитных карточек, таких как Американ Экспресс или Мастеркард. Но можно было открыть счет в отдельном магазине. Понимаете? Было все по-другому. Но мы узнали, что надо делать то, что мы находили в Слове Божьем. Мы проводили время в Слове Божьем. И когда мы увидели, что в Слове Божьем сказано «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви», или, как сказано, кажется в расширенном переводе, «Избегайте долгов», это говорило мне «У тебя проблемы». Потому что мы тогда еще мало знали о том, как верить о чем-либо. И когда вы это увидели, вы все равно сказали, «Если Бог записал это здесь в Слове, Я не была в этом так уверена, но я в это поверила. Но нам пришлось это сделать. У нас не было вопросов. Так и надо поступать. Даже если бы у нас никогда ничего не было, а мы бы так поступили. Да. Потому что мы были решительно настроены на послушание. Вы решили этот вопрос. Вы с Кеннетом приняли качественное решение не брать деньги в долг. Ни для себя лично, ни для служения. А в то время ваше служение было... Но только перед этим формировалось. Если оно было вообще сформировано. Были только мы с Кеннетом. Мы официально зарегистрировались только через некоторое время. Но в тот момент мало что можно было формировать. Ничего не происходило. Но к Кеннету начали поступать приглашения. Он удивительный певец. Он ездил на конференции, и его приглашали на конференции, полно евангельских бизнесменов. Они только тогда начинались. И это были первые конференции, где он начал проповедовать. Кажется, прошло 150 лет, но это было не так давно. Но тогда казалось, что невозможно будет прожить без долгов. Мы понятия не имели, как это сделать. Как это возможно? Мы не знали. Вы начали с того решения. Как вы говорили на этих передачах, что одно решение открывает двери для свободы от долгов. Да. Это изменило вашу жизнь. Я считаю, что одно это решение сделало все возможное в естественном мире. Это действительно так. Оно действительно ввело вас обоих в служение, в котором вы сейчас. Да. И вы приняли несколько решений. Например, если вы не можете получить этого веры, то у вас этого не будет. Да. Что вы не будете брать деньги в долг. Что вы не будете просить людей пригласить вас проповедовать. Это были все основополагающие решения, которые вы приняли. Да. И не одалживать было очень важным решением. Я чувствую себя так, как будто у меня берут интернет, Джордж. Глория, я провел исследование. Да, это так. Мне нравится слышать, как вы об этом говорите. Я получаю огромное удовольствие. Думаю, зрители тоже. А сколько некоторые могут это сравнить с тем, в каком положении вы сейчас? Я провел небольшое исследование на основании вашей книги «Воля Божья. Процветание». Вот несколько прямых цитат из вашей книги о том, что вы делали, чтобы выбраться из долгов. Вы сказали, мы перестали использовать долговые расписки и начали верить Богу, чтобы выбраться из долгов. Вы сказали, ведь раньше все купленное нами приобреталось по принципу «Покупай сейчас, заплати позже». И вы написали, иногда это было намного позже. Да, намного позже. Но один из шагов, которые вы предприняли, вы перестали использовать долговые расписки, записывать несвещу. И тогда мы жили в очень стесненных условиях. Когда я шла в магазин, у меня была определенная сумма денег. У меня не было счета в том магазине. У меня не было кредитной карточки. Да. И я молилась в духе, пока стояла в очереди, чтобы мне хватило денег, чтобы выйти из магазина. О, да. Это было, когда мы еще жили в Талсе. Да. Но мне никогда не приходилось ничего выкладывать из корзины. И вам не пришлось ничего выкладывать из корзины тогда. Вы сказали следующее, мы были увлечены Словом Божьим. О, мы были голодны, мы испытывали голод. И Брат Хэггин проводил конференции, десятидневные конференции. Четыре. Кажется, ежеквартально. Четыре в тот год. Да. Был гололед, шел снег, дороги были плохими. Но мы садились в машину и ехали. Потому что мы должны были услышать Слово Божье. Он учил о целостности Слова Божьего. Не думаю, что он потом когда-либо проводил такие собрания. Целостность Слова Божьего. Вера. Реальность искупления. Да. Как работает вера. Все то, что вы очень хотели услышать. Да. Для этого служения. Вы сказали, мы были полны решимости поступать согласно увиденному в Слове Божьем. Мне это нравится. Все это не пришло к нам за один день. Мы должны были созидать себя, вкладывать Слово Божье в свой дух и потом ходить в том, что мы знали. Мы вкладывали в себя что-то из Слова Божьего и ходили в этом. Затем вкладывали еще и ходили в этом. Затем еще больше Слова и ходили в этом. И делали это практически все время, пока бодрствовали. Нас не интересовали ни телевизионные передачи, ничто другое. Даже события в мире не привлекали наше внимание. Мы были посвящены Слову Божьему. И несмотря ни на что, мы отказывались брать деньги в долг. Потому что мы увидели это в Слове Божьем. Да. Мы хотели бы, чтобы нам можно было это сделать, но мы уже сказали, мы будем делать то, что мы видим в Библии. Вы сказали, мы буквально днем и ночью были посвящены Слову Божьему. И местописание, которое вы использовали, это первая глава книги Иисуса Навина, восьмой стих. «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Именно это вы и делали. Да. В то время Джон и Келли были еще маленькими, два и три года. Или год. А Кеннет собирался вскоре стать 30-летним первокурсником университета Орела Робертса. Да. Затем он получил работу пилота в самолете брата Робертса, поскольку он был пилотом коммерческих авиалиний. Он был вторым пилотом. Да. В самолете брата Робертса. Он посещал конференции, он видел чудеса, всевозможные проявления, пока я сидела дома с детьми. У меня происходило мало удивительных событий. Да. Но я обратилась к Слову Божьему. Да. Я помню, как вы сделали то же, что и брат Робертс. Захотели прочитать Евангелие и книгу деяний по три раза за 30 дней. Да, так сделал он, и я тоже. Вы это сделали? Это была старая мебель, бывшая в употреблении. Но вы успели все это сделать. И суть в том, что вы поставили Слово Божье на первое место в своей жизни. И в своей книге вы написали, через 11 месяцев, с тех пор, как мы впервые решили верить Богу о свободе от долгов, о выходе из долгов, наша цель была достигнута. На протяжении этих 11 месяцев мы твердо стояли на том, что мы знали Слово Божье. Что ж, это история. Глория. И я так благодарен, что история брата Кеннета совпадает с этой историей. Да, иногда мы вспоминаем что-то по-разному. Но мне просто удивительно, как вы двое это сделали. Теперь я буду цитировать из книги брата Кеннета Копланда «Законы преуспевания». Хорошо. Позвольте мне прочитать вам, что он сказал. О том же. Да, историк. Он сказал следующее. Мы подсчитали, сколько мы были должны. Я достал свою чековую книжку и выписал чеки, покрывающие эти долги. Мы возложили они в руки и помолились согласно 8 стиху 13-го послания к Кремлену. Это мудро. Но мы не высылали эти чеки. Да. Это я цитирую брата Копланда. «Одец, во имя Иисуса, я кладу эти чеки в ящик стола. Я верю, что ты выведешь нас из этой неразберихи. Я уповаю на тебя, что ты обеспечишь нас деньгами, чтобы оплатить все эти счета во имя Иисуса». Именно этой молитвой помолился брат Копланда об этом. Во всем этом мы видим, что если вы приведете в действие в своей жизни Слово Божье, тогда Бог сможет действовать вам на благо. Он сможет все уладить. Потом брат Копланда написал то, что вы только что сказали. «Но я не посылал эти чеки, пока в нашем банке не появились деньги». Он сказал, «Мы все до последней копейки высчитали, сколько понадобится, чтобы иметь избыток в нашем доме. Даже учитывая непредвиденные ситуации, мы записали это, помолились за это во имя Иисуса». Да. Вы по-настоящему действовали в этом. Мы учились у брата Хейгина, как использовать свою веру. Мы только начинали. И затем брат Коплан сказал, «Я принял решение быть целеустремленным, начиная с того дня». И меньше, чем через 12 месяцев с того дня мы уже были свободны от долгов. У нас ничего не было, но мы не были ничего должны. У нас была старая машина, у нас все было старое, но мы выбрались из долгов и больше их не делали. Это было сверхъестественно. Это того стоило. Это было потрясающе. Произошло нечто сверхъестественное, что вы выбрались из долгов и достигли того, что ваше служение действует в свободе от долгов. Да. В отдельных случаях требовалось больше времени, чтобы что-то получить. Была лишь я, Кеннет и старая машина. Да, это была Евангельская ассоциация Кеннета Коплана. Я хорошо это помню. Надо просто делать шаг за шагом. Но все улучшалось, поскольку мы ходили верой и верили Богу. Надо начинать с того положения, в котором вы находитесь. И когда вы уже преодолели тот первый период, в 11 месяцев, благодаря принятому вами качественному решению, вы ведь уже никогда не хотели вернуться назад в жизнь в долгах. Этот вопрос просто не возникал. Между вами двумя не возникал вопрос, чтобы опять вернуться к долгам. Нет, мы увидели местописание о том, что не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. И мы не могли так поступить, не нарушившись. И выдержались этого. Глория, я хотел повторить все это сегодня. Я чувствовал, что для нас важно записать это, поделиться этим с людьми. Поскольку есть люди, которые сейчас переживают то же самое, через что прошли вы с Кеннетом. Да. Если можно, я бы хотел помолиться за них сейчас. В какой бы ситуации, в каком бы состоянии вы сейчас ни были. Спасибо, отец. В какой бы ситуации в отношении долгов вы сейчас не оказались, да, проговорите к этим долгам. Возможно, вам кажется, что они покрывают вас головой, то мы сейчас приходим к согласию с вами. Если Бог мог сделать это для Кеннетой Глории, если Он мог это сделать для Джорджи и Терри, Он может сделать это и для вас. И, отец, я молюсь за всех, кто нас сейчас смотрит и слышит. Я благодарю Тебя, Господь, что по мере того, как они будут применять эти принципы, будут воплощать в своей жизни эти принципы веры, ставить Слово Божье на первое место в своей жизни, будут верить Тебе, брать это Слово Божье и стоять на Его основании. Господь, когда они примут это качественное решение выбраться из долгов, Отец Небесный, Ты будешь рядом, чтобы помочь им вести их, направлять их вместо землеобетованной, вместо, где есть свобода от долгов. И, Господь, мы благодарим Тебя за успех в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Господь, мы молимся за всех людей. Я знаю, что многие пали духом по разным причинам. Из-за работы кажется, будто ничего не происходит. Но мы знаем, что когда мы на Тебя уповаем, когда отдаем все в Твои руки, видим мы это или нет, мы знаем, что что-то происходит. И я молюсь сегодня за людей, которым нужна работа. Я прошу Тебя дать им лучшую работу, которая у них когда-либо была. Да, Отец. Мир и радость на этой работе, исцеление в их теле. Я приказываю вашему телу исцелиться. Да. Во имя Иисуса. От макушки головы до подошв ног. Возьмите свое исцеление. Возьмите свое освобождение в финансовых вопросах. Возьмите это. В этом и есть суть жизни верой. Вы берете то, что находите в Слове Божьем. И применяете это в своей жизни. И Бог проведет вас через это. Слава Богу. Аллилуйя. Мы с Джорджем сошли день. Это хороший день. Об отмене долгов. Хорошая тема. Сверхъестественная отмена долгов. Да. Пастор Джордж Пирсон здесь, чтобы дать нам еще немного ценной информации об этом. Вперед, пастор Джордж. Говори тебе, Джордж, это было потрясающе, я так считаю. 110 дней. Мы 110 дней проповедуем о просветании на этих передачах. Для меня это полный восторг, радость и наивысший момент жизни, Глория. Это грандиозная работа. Вести эти передачи вместе с вами. Наша основная тема в эти 10 дней была свобода от долгов. Мы хотим, чтобы вы были свободны от долгов. Мы наслаждаемся преимуществами нашего завета с Богом, будучи свободными от долгов. Однако мы должны выбраться из долгов. И последние 10 дней мы делились сведениями о том, как выбраться из долгов и о том, как мы это сделали. Если вы не смотрели эти передачи, вам необходимо зайти на наш сайт и посмотреть. Это займет у вас некоторое время, но вы можете это сделать. Наши конспекты доступны для вас, систематизированы так, что вы могли следить по ним одновременно, смотря эти передачи. Вы можете изучить то, что мы разбирали на этих передачах. И с тех пор, как мы начали учить на эту тему, было скачано более 250 тысяч конспектов. Так что есть люди, которые заинтересованы в процветании. Мы хотим поддерживать это на том же уровне. Да, обязательно. Это так здорово. 250 тысяч. 250 тысяч. И мы также хотим получать свидетельство, Джонни. 25 тысяч скачиваний за каждый проведенный нами цикл. Это показывает, что люди заинтересованы. Аминь. И я заинтересован в том, чтобы видеть вас свободными от долгов. Вот что мы хотим донести до вас сегодня. Мы поговорим о вашем сверхъестественном погашении долгов. О сверхъестественной отмене долгов. Мне это нравится. Да. Это сверхъестественная вещь. Это просто сверхъестественно. Выбраться из них. И знаете, Глория, люди думают о своих зарплатах, о том, сколько они зарабатывают и сравнивают это с теми долгами, которые висят над ними, этим тяжелым грузом. Нам нельзя так делать, поскольку мы должны учитывать фактор помазания. Несколько лет назад, по-моему, это было в 1996 или 1995 году, брат Копнут учил о помазании. Он проповедовал и проповедовал об этом на протяжении долгого времени. У него была целая серия проповедей, которая называется «Фактор помазания». Фактор помазания. Да. Я никогда не забуду, как он тогда говорил. Не забывайте о факторе помазания. Да. Не забывайте принимать во внимание фактор, снимающий бремя и уничтожающий ермо силы Божьей. Силы Божьи на нашей плоти для того, чтобы делать то, на что у нас, с естественной точки зрения, неспособность. Учитывать фактор помощи Божьей в вашей ситуации с долгами, что помочь вам выбраться из них и жить в свободе от долгов. Давайте откроем... Да. Хорошо. ...книгу пророка Исаия, 10 главу, 27 стих. Там сказано... «И будет в тот день...» Да. «Будет. «Будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ермо его с шеи твоей, и распадется ермо от тупы». Или же, можно сказать, от помазания. Бремя — это тяжелый груз, который несут с большим трудом. Это бремя может давить на людей. Вот что такое долг, Глория. Груз долга. Да. Задумайтесь, вы идете и берете в долг у какого-то учреждения. Вы не знаете, кто им управляет. Да. Вы не знаете, может, это мафия. Вы не знаете, истучит. Но вы попадаете под одно ермо с ним, потому что вам приходится подписывать документы. Вы соглашаетесь делать то-то и то-то, я буду выплачивать. Это похоже... Вы видели картины, изображающие корову с ермом на шее. Вы видели в фильмах, как людям на шее надевали ермо, деревянную штуковину вокруг шеи. Это точно изображение, не так ли? И именно такое ермо. Здесь сказано, что это тяжелый груз, который необходимо нести. Да. Когда я нашел в словаре слово ермо, оно означает рабство. Это означает положение угнетения, зависимости. Здесь мы видим, что люди, испытывающие это финансовое давление, пытаются сами своим умом решить эту проблему, не учитывая фактор помазания. Они не отождествляют этот фактор помазания с ликвидацией долгов. Сейчас я думаю о нашем служении, о том времени, когда у нас образовался долг в 6 миллионов долларов. Об этом служении. В то время я был исполнительным директором миссии Каната Копленда. Мы вышли на телевидение, и цены просто взлетели. И вот у нас образовался долг по счетам за телевидение. Если посмотреть на это в естественном плане, если сравнить наш доход с грузом этого долга, то это был не просто долг. Мы должны были расплатиться с телевизионными станциями. Мы не пошли и не взяли денег в долг. Мы просто не оплатили счета, так как они были очень большими. Они были слишком большими. Я пошел к Джен, вашей сестре, которая руководила бухгалтерией. Я попросил, посчитайте мне, пожалуйста, сколько времени нам понадобится, чтобы выбраться из этой ситуации, исходя из того дохода, который у нас есть. От полутора до двух лет. Если не считать фактор Бога. Если не считать Бога, и мы должны были учитывать фактор помазания. И вот мы подошли к концу 1989 года с долгом в 6 миллионов долларов. Но мы также учитывали фактор помазания. Мы молились, и мы все вместе стояли на основании Слова Божьего. Вы с Канатом молились. Я молился с своими сотрудниками, и мы просто принимали и провозглашали ответ. Слава Богу. И когда мы перешагнули в Новый год, наш доход увеличился. У нас были потрясающие телестанции, на которых мы транслировали свои передачи. Это был 1990 год. Деньги начали приходить. Это был очень хороший год. В мае 1990 года, январь, февраль, март, апрель, май, пять месяцев, к тому времени наши счета уже были полностью оплачены. И 7 июля 1990 года, в 9 часов утра, я хорошо это помню, светило солнце, ко мне в кабинет вошла Джен из бухгалтерии и сказала, все, вот последний чек к оплате за должности тех телевизионных счетов. Семь месяцев, а 6 миллионов долг был ликвидирован. Но мы никогда не давили в финансовых вопросах, или в чем-либо еще. Никогда больше. Мы давили в том, что касалось нашей веры. Да, это правда. Мы оказывали давление на нашу веру, и мы продолжали сеять и давать. Я это помню. Но мы не переставали сеять. Мы давали 10%, мы продолжали сеять другие семена. Миссии Каната Копанда дают 10% со всего дохода, а дают десятину в другие служения, донося Слово Божие до людей, которые не могут получить его сами. И на протяжении того периода времени мы не прекращали это делать. Помазание Божье. Это было сверхъестественно. Это была сверхъестественная отмена долгов. И именно на это нам необходимо уповать, глядя на нашу ситуацию. Мы уповаем на помазание Божьей, на силу Божьей, на нас. Что помочь нам выбраться из этого, когда это кажется невозможным. Джордж, когда мы проходили это испытание, это не Бог нас испытывал. Да, да. Обстоятельства взяли вверх. И мы больше никогда не попадали в такую ситуацию, не так ли? Не попадали. Это было много лет назад. Это было много лет назад. И это больше не происходило. Никогда больше не происходило. Слава Богу. И когда мы выбрались из этого, мы просто восклицали от радости. Но знаете что? До того, как мы выбрались из этого, мы тоже восклицали от радости. Мы применяли нашу веру. Верили Богу. И Он может то же самое сделать и для вас. Не имеет значения, какая у вас зарплата. Мы усвоили это за последние несколько недель. Это один из вопросов, которые мы решили и утвердили. Я не ограничен зарплатой. Мой источник Бог. И это Его воля для меня, жить в свободе от долгов. И Он может дать вам много сверхъестественного образа. Он может дать вам одну идею, одно изобретение, которое навсегда поставит вас на правильное место в вашей естественной жизни. Аллилуйя. Помазание проложит путь там, где с естественной точки зрения пути нет. Помазание ускорит процесс умножения в вашем доме. Помазание ликвидирует все долги. Я знаю, что это правда. Я была в такой ситуации. Оно ликвидирует все долги. Давайте откроем четвертую главу Евангелия от Луки. В четвертой главе Евангелия от Луки говорится о цели помазания Божьего. Помазание Божье – это сила Божья на человеческой плоти, которая помогает плоти делать то, что плоть сама по себе сделать не может. Да. Это Бог изливается на нас. Бог в нас, на нас. Это сила Божья. Это сила. Это сила Божья. Да. Чтобы менять. Чтобы приносить изменения. Полностью снять бремя и уничтожить Ермо. Уничтожить Ермо. Разрушить Ермо. Она не устраняет Ермо, она разрушает Ермо. И Ермо полностью исчезает. Разбивает его, его уже нет. Да, полностью. И оно не вернется, если вы ему не позволите. Иисус, проповедуя, говорит, «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Я слышал, как во время одной своей проповеди брат Кеннер сказал, что однажды он разбил этот отрывок на важные пункты. «Ду Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим». Это важный пункт номер один. Пункт номер два. «Исцелять сокрушенных сердцем». Три. Но он сказал, что Господь изменил его мысли насчет этого. «Вот все описание. Исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение». Здесь везде речь идет также о бедных людях, о нищих. Иисус был помазан проповедовать Евангелие нищим, чтобы нищие больше не должны были быть нищими, чтобы те, кто в долгах, не должны были больше быть в долгах. Не правда ли, Джордж, что благоприятное лето Господне – это год юбилея? В Писании сказано, что он каждые 50 лет. Каждые 50 лет. Каждые 50 лет в Ветхом Завете. Да. У них был год юбилея, и все долги аннулировались. Да. Что с этим произошло? Нам понадобилось это и в Новом Завете. Все долги, да. Все долги были отменены. Они были либо оплачены, либо отменены. Но с того момента вы больше не несли этот долг. И Иисус говорит, что «Я пришел, чтобы проповедовать вам юбилейный год, этот год юбилея». Он был наш юбилеем. Он наш юбилей. Иисус наш юбилей. В расширенном переводе Библии сказано, там, где речь идет о лете Господнем благоприятном, о этом годе. Да. О том дне, когда спасение, щедрые благоволения Божьи изобилуют для нас. Затем Иисус сказал в 21 стихе, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Сейчас для вас настал день юбиле». Обратите здесь внимание, Джордж. Да. В 18 стихе, кому Иисус это проповедовал? Богатым? Он проповедовал это нищим. Он проповедовал это нуждающимся людям. И богатым, конечно. Им это тоже принадлежало. Но Он проповедовал это бедным. Да. Слава Богу. Иисус сказал, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Я ваш юбилей». Иисус – ваша свобода от долгов. Он – ваша свобода от долгов. Когда мы приняли Иисуса как своего Господа, как я однажды слышал от брата Копланда, Иисус пошел и взял абсолютно все, что нам могло понадобиться, и дал это нам. Слава Богу. Все, кем Он является, все, что у Него есть, перешло в нас, включая свободу от долгов. Свобода от долгов. И помазание Божие может сделать то, что не может сделать обычный человек. Уничтожает ярмо. Оно полностью снимает бремя и уничтожает ярмо долгов. Недостатки. Всего, что принадлежит к проклятию. Мне это нравится. Крифл Доллар сказал однажды следующее. Я уже вверху второй страницы. Помазание Божие – это чрезвычайное, что есть у Бога и что прилагается к вашей естественной ситуации. И вот, что бы я хотел сделать, Блория. Во время проведенного мной изучения я обнаружил три сверхъестественных пути, какими Бог просто устраняет эти долги. Три сверхъестественных пути. Хорошо. Вот пути. Три, какими Бог устраняет долги, которые я обнаружил. Бог обеспечит вас финансами. Я давал несколько ссылок на места описания. Давайте откроем первое. Евангелие от Матфея 17, глава с 24 по 27 стихи. Помните ту историю, когда Иисус послал Петра к морю ловить рыбу? Во-первых, рыбы, которые ты поймаешь во рту, будут деньги, чтобы заплатить налоги. Бог обеспечил их финансами, чтобы позаботиться о том долге, о том, что им нужно было заплатить. Я бы сказала, что это было сверхъестественно. Я тоже бы так сказал. Это было сверхъестественно. Иди рыбачить и принеси рыбу с деньгами во рту. Сверхъестественно. Вот еще одно место описания. Четвертая книга царств, четвертая глава. Пророк сказал, пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. Масло не заканчивалось, оно продолжало течь. Да, то масло не заканчивалось. И по мере того, как его наливали, масло все прибывало. Да. Она выбралась из долгов, и потом у нее еще остались деньги, чтобы содержать своих сыновей. У нее было более чем достаточно. Это избыток. У нее была жизнь после долгов. Да, верно. Есть жизнь после смерти, а есть жизнь после долгов. Так что Господь обеспечит вас финансами, чтобы жить в свободе от долгов. Сверхъестественным образом. Знаешь, Джордж, когда мы беремся за это, нам надо в большей мере открыть глаза к сверхъестественным вещам. И не думать, что все ситуации можно решить естественным путем. У нас не должны быть только естественные решения. Поскольку мы связаны с Богом, а Он чудотворец. У вас это записано? Да. Как часто вы шли на рыбалку и находили во рту рыбы деньги, чтобы заплатить долги? А здесь это произошло, так как они в этом нуждались. Да. Поделюсь одним случаем. Я уже делился им раньше, когда мы были в Арканзасе. Это было в тот год, когда Джереми закончил школу. Мы поехали в тот молитвенный домик в Арканзасе и провели там некоторое время. Были летние каникулы. Мы пошли на озеро, взяли на прокат водные мотоциклы. И вот я поставил свой на воду. Джереми втаскивал свой, и он остановился. Он стоял по колено в воде. Посмотрел вниз и увидел 20-долларовую купюру в воде. Это было очень эффектно. Он вытянул из воды 20-долларовую купюру. Ему нужно было пораньше уехать домой по каким-то причинам. Это было здорово. И он остановился, чтобы заправиться. У него была моя кредитная карточка. Но по какой-то причине эта карточка не работала. И у него не было наличных, кроме... Тех 20-долларовую купюру. Той 20-долларовой купюру. Приблизительно то же самое произошло с нами, когда мы ехали из Оклахомы. Мы едва успевали переезжать с места на место. Да. И нам надо было поесть. Мы были голодны. Дети проголодались. Мы проголодались. Нам надо было остановиться и поесть в каком-то ресторане, но у нас не было денег. И Кеннет сказал... Что это было? Он видел, как что-то пролетело. Это было на трассе. Да. Он увидел это, развернулся и поехал назад, чтобы проверить, действительно он это увидел, или это была галлюцинация. Да. Он это верно увидел. Это была 20-долларовая купюра на заборе. Тогда еще был ресторан с большим быком. Я забыла его название. Да, да. В любом случае, там был знак этого ресторана. Прямо там стоял тот большой бык. Мы поехали туда и поели. Слава Богу. Но у нас перед тем не было денег. Но Бог обеспечил. Бог обеспечил сверхъестественным образом. Я не знаю, откуда взялись те 20 долларов, но мне было все равно. Это был тот овен, который запутался в чаще. Бог. Это Иегова Ира. Он наш обеспечитель. Потрясающе. И вот еще один путь. Номер два, Гория. Да. Он побуждает других людей. Он влияет на них. Об этом пишет Павел. Он говорит, если же он, Анисим, чем обидел тебя, или должен, считай это на мне? Если же он... Да. ...должен, считай это на мне. Слава Богу. Дописал это для себя. Я обещаю полностью это оплатить. Посмотрите выше на первый пункт. Сверхъестественные пути, какими Бог устраняет долги. Посмотрите с 1 по 11 стих 5 главы Евангелия от Луки. Рыболовный бизнес Симона Петра избежал банкротства после того, как Иисус сказал ему, где закидывать сети. Они тяжело трудились. Они тяжело трудились. Это было сверхъестественно. Сверхъестественный улов рыбы. Да. Когда порвались сети, и лодка начала тонуть. Да. Слава Богу. Начало тонуть, верно, Горя. Бог будет побуждать других людей. Например, как в той истории с добрым самарянином. Иисус сказал, он вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. А если сдержишь что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Да. Бог побуждает других людей. Да, верно. Мы не вкладываем это побуждение других людей. Мы не давим на людей. Вера верит Богу. И вот третий путь. Бог полностью ликвидирует долг. Евангелие от Матфея, 18 глава, 27 стих. Тот раб был должен 10 тысяч талантов. И сказано, что господин того раба, движимый состраданием, отпустил его и простил ему долг. Сейчас Глория должен перейти к тому свидетельству, которое у нас есть. У нас есть одно замечательное свидетельство о семье, в которой произошло сверхъестественное погашение долгов. И пришло полное обеспечение. Слава Богу. Какое замечательное свидетельство о сверхъестественной ликвидации долгов в жизни у Джима и Рени, которые являются партнерами нашего служения. Слава Богу. И знаете, что важно насчет Джима и Рени? Они партнеры, они даятели, это важно. Они сеятели. И позвольте мне напомнить вам, что, кроме прочего, делали мы с Терри и Канас Глории, когда мы находились в долгах и выбирались из них. Мы не прекращали этот цикл даяния и принятия. Мы сеянем проложили себе путь к свободе из долгов. Мы продолжали отдавать свою десятину. Мы продолжали сеять семя. Мы были абсолютно уверены, что мы не заблокировали то, что хотел сделать Бог. Когда у этого служения была огромная задолженность, о которой мы рассказывали несколько минут назад, я вам говорил, что мы не переставали сеять и давать. И когда вы это делаете, то поймите, даяние — это сверхъестественный акт. Это сеяние в сферу Духа. Когда вы сеете в Дух, вы пожинаете от Духа. Прочитаю вам пророческие слова Билла Уинстона. Это удивительно. Он сказал, что одно из самых основных явлений, происходящих в этот час, это взрыв богатства в теле Христовом. Благодаря божественному благоволению, умным изобретениям и благодати даяния, мы находимся в период наибольшего перехода богатства за всю историю этой планеты в тело Христово. Будут такие изобретения, по сравнению с которыми iPhone покажется детской игрушкой. Мы будем видеть сверхъестественный переход денег на банковские счета людей Божьих. Зачем он нужен? Для распространения Царства Божьего и для того, чтобы урожай душ приходил в последние дни в Царство Божье. Богу необходимо, чтобы богатство было в наших руках, чтобы мы исполнили призыв в нашей жизни для этого поколения и вновь востребовали то, что дано нам через искупление Иисуса Христа. Это потрясающе. Поэтому, Отец во имя Иисуса, как уже прекрасно сказали наши партнеры, я благодарю тебя за это сверхъестественное погашение долгов. И за то, что благословение на них, за то, что они ходят в этой свободе. И я заявляю во имя Иисуса, вы свободны от долгов. Все свободны от долгов. Вы свободны от долгов. Скажите, я свободен от долгов. Я свободен от долгов. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я это беру. Слава Богу. Слава Богу. Я беру это. Я беру это, я беру это. Слава Богу. Хорошо, Джордж. Глория, спасибо вам. Спасибо за то, что пришел. За то, что пригласили меня прийти и быть с вами на этой серии передач. Ты меня воодушевил. На тему свобода от долгов. Кажется, что мы можем вернуться еще немного поговорить о свободе от долгов. Своим посланием нет конца, я знаю. Аллилуйя. И они замечательные. Аминь. Сообщите Джорджу, понравились ли вам передачи, и, возможно, мы убедим его вернуться. Слава Богу, если вы пропустили какие-то передачи на этой неделе, зайдите на наш сайт. На нашем англоязычном сайте есть конспекты. Распечатайте их, изучайте их, учите по ним, проповедуйте их. Божья воля для вас, чтобы вы были свободны от долгов. Если вы хотите заказать другие наши материалы, напишите нам по адресу, который вы видите сейчас на экране. Это Глория Коупланд и Джордж Пирсенс напоминают вам, что Иисус Господь.